Новый сервис продажи музыкальных сэмплов. Более 10 тысяч авторских сэмплов от лучших продюсеров СНГ. Новый пак каждые три дня. Попробуй 7 дней бесплатно. Переходи на sampline.com Эй, йоу! Всем бит-народ! С вами Никита Бурый, эй, йоу, диби-диби, диджей Ник Браун. И я рад вас приветствовать в свежем выпуске на моем канале. Сегодня мы поговорим с вами про очень важную тему, которая волнует всех битмейкеров и начинающих, и профи. Сегодня я хочу поговорить про выбор бит-машинки. Я уже снимал два видео на эту тему, но в первом видео мы говорили просто про наличие стендалон девайсов и миди-контроллеров. Во втором видео мы уже говорили про то, какого размера бит-машинка подходит именно вам. Ну а в этом видео я хочу поговорить про аналоговые устройства, а точнее про покупку мною Akai MPC. И самое главное, как я к этой MPC пришел. Как вы знаете, у меня было много разных бит-машинок, и обо всем по порядку. Я занимаюсь битмейкингом уже более 10 лет. На моем пути было множество разных миди-контроллеров и бит-машинок, а вот эти руки прикоснулись к еще большему количеству различных устройств. Первая тачка, которая у меня появилась еще очень-очень давно, это Akai MPC 24. Она такая старенькая, серенькая. После чего у меня появилась 226-я Akai MPC. Она уже новая, сенсорная, в общем, такой отличный девайс. После чего мне понравилась эта серия, и я целиком взял себе и 218-ю, и 232-ю. И после чего я уже перешел на полноценный аналоговый девайс от Akai MPC и взял себе флагманский Akai MPC Live 2. Важно понимать, что все зависит исключительно от ваших задач. Возможно, что ты битмейкер, но тебе вообще не нужна битмашина. Если ты будешь писать биты на поток и будешь делать, не знаю, 10-15 битов в день, то их, вероятнее, удобнее всего делать именно мышкой, потому что ты будешь работать быстрее. Так что драм-машинка точно нужна не всем. А у многих она куплена и лежит без дела. Так что рекомендую все взвесить и хорошенечко подумать, особенно перед приобретением таких дорогих девайсов, как Akai MPC. Теперь я хочу поделиться с вами тем, какая у меня была задача, и как та или иная тачка решала мою задачу. Мой битмейкерский путь начался с того, что я уже танцевал брейк, типа шарил за хип-хоп, и я знал, что битмейкеры – это те, кто играют на битмашинках. Конечно же, я смотрел на Akai MPC, но у меня на тот момент не было таких средств, чтобы сразу купить Akai MPC. И я выбрал себе классическую, такую, она очень винтажного вида, Akai MPD 24. И она решала для меня задачу работы с сэмплами, работу с лайф-битами, потому что как-то я вот всегда знал, что битмейкер должен стучать бит. Эта битмашинка была точкой входа для меня в битмейкинг и полностью соответствовала моим задачам, потому что, по сути, каких-то таких супер глобальных задач я для себя не ставил. Мне просто нужно было устройство, на которое я смогу тыкать своими пальцами. По мере развития своих навыков я понимал, что я хочу звучать как настоящий барабанщик. И для этого мне нужна была тачка с сенсорными пэдами, для того, чтобы играть с динамикой. Поскольку в 24 MPD никаких сенсорных пэдов не было, я начал смотреть, что есть на рынке. Это было достаточно давно, и сенсорные пэды это на сегодняшний день норма для всех компаний. А тогда эти тачки только появлялись, и самой популярной битмашинкой с сенсорными пэдами была машин от Native Instruments. Но меня смущал тот факт, что в рамках этой битмашинки продавался еще и софт. А я уже тогда шарил в облетоне, и мне не хотелось менять софт. И когда я увидел рекламу обновленной серии AK MPD, то есть это серия 226, 232 и 218, я понял, что именно она мне и нужна. Потому что она имеет сенсорные пэды, и я смогу играть с динамикой. А также эта тачка не привязана к какому-то определенному софту. Она работает абсолютно с любым программным обеспечением. И поскольку у меня на тот момент уже был Akai 24, я, естественно, выбрал Akai MPD 226. На этой тачке я снял подавляющее большинство своих видеоуроков по битмейкингу. И вам эта битмашинка наверняка очень знакома. Если вы вдруг не видели видосы, обязательно зацените ссылочка в правом верхнем углу. И еще хочу добавить, что меня прям очень сильно вперла эта тачка. Я прям стал барабанить как бешеный. И эта битмашинка дала мне рост именно в фингер-драминге. Следующим моим приобретением была уже Akai MPD 218. И, как вы знаете, 218 меньше, чем 226. Поэтому у вас может появиться вопрос, с какой такой задачей не справляется 226, с которой справляется 218. Так вот, именно размер был ключевым фактором покупки мной 218 MPD. Я стал больше выступать, стал использовать битмашинку в своих диджейских сетах. Поскольку мы ходим с большим количеством оборудования, таскать с собой еще и 226 было очень тяжело. А 218, она как раз менее габаритная, и ее можно брать с собой на любой диджейский сет. Тем более, она отлично помещается в карман моего диджейского портфеля. Со временем я стал развиваться еще и как лайв-лупинг-артист. Вы наверняка тоже могли видеть мое видео на эту тему. Если не видели, обязательно зацените. Я играл лайв-лупинг исключительно с помощью программы Ableton. И мне весьма неплохо подходило как раз Akai MPD. Я все настраивал, делал миди-мэппинг. И это все делал в Akai MPD 226. Но со временем я стал насыщать свое шоу большим количеством инструментов. И мне нужно было управлять еще помимо барабанов на MPD еще и басом, клавишами, голосом, вертушками. Запускать различные сэмплы и хорошо бы сделать еще несколько паков ударных. Таким образом, дорожек мне понадобилось контролировать гораздо больше. А в Akai MPD 226 всего лишь 4 потенциометра и 4 фейдера. Мне их не хватало. И как раз для этого подходит Akai MPD 232. Потому что классический блок с пэдами, он точно такой же, как в MPD 226. А вот потенциометров и крутилок гораздо больше. И с приобретением этой тачки я мог уже управлять абсолютно всеми дорожками, которые я использовал в своем лайв-лупинг-шоу. А теперь переходим к самому интересному. Зачем же мне MPC, если я так ловко справлялся со всеми задачами, которые ставил перед собой с помощью разных миди-контроллеров. Это эстетический момент. Я очень часто участвую в битмейкерских баттлах. И неоднократно слышал такое мнение, что твой соперник играл на настоящей MPC. А ты играл на маленькой пукалке, подключенной к компьютеру. И это меня прям просто нереально бесило. Я просто такой, да как такое может быть? Почему разница между мной и человеком, у которого есть MPC, всего лишь несколько десятков тысяч рублей? А это им дает какое-то преимущество. Как я уже рассказывал, я играл в лайв-лупинг-сет. Но, как вы понимаете, я нагружал свой комп большим количеством задач. Он и загружал сэмплы, и обрабатывал звук, и записывал лупы. И еще я занимался на нем сразу запуском диджейских сэмплов. В общем, очень много задач, всего лишь для одного компа. И он со временем стал не вывозить эти задачи. Я решил, что я буду переходить на аналог. И играть лайв-лупинг с помощью аналогового сетапа. На сегодняшний день я использую Boss RC505 и Akai MPC. Я решил расти, развиваться. И, конечно же, выбрал себе Akai MPC. Она отлично синхронизируется с лупером по миди-проводу. И я могу делать более крутое лайв-лупинг-шоу. К ней также можно подключить бас-гитару, сделать усиление. Также подключить миди-клавиатуру, и она будет у тебя как полноценная студия. Которая работает автономно, а мой компьютер в лайв-лупинг-сете теперь занимается исключительно диджейскими сэмплами. Конечно же, это те вещи, которые я в первую очередь планировал при покупке MPC. Но есть еще то, о чем я даже не догадывался. Это те сюрпризы, которые меня ждали. Первое. Это портативность. Akai MPC хороша тем, что теперь, чтобы потренироваться и на студии, и дома, я не ношу с собой кучу устройств. Раньше, чтобы потренироваться дома, мне нужно было взять сразу три устройства. Ноутбук, звуковую карту и MPD. А теперь я беру всего лишь одно устройство, кидаю в свою сумочку, и иду домой, могу тренироваться, где удобно. Еще отличным сюрпризом стало то, что Akai MPC держит зарядку целых 4, а то и больше, часов. И это прям нереально крутейший бонус. И самое главное, то, что вызвало у меня удивление, это понимание того, что Akai MPC это не просто битмашинка, а что это полноценная порта студия. Вот посудите сами, я взял Akai, свою подругу, миди-клавиатуру, микрофон, бас-гитару. Мы подключились в поле, подключили все эти инструменты, записали live и еще и смогли отмониториться с помощью всего лишь одной Akai MPC. Без розетки и дополнительных устройств мы все записали в поле живьем. И самое главное, что по итогу на выходе у меня получился проект, который я могу дорабатывать на своем компе. Вот такие сюрпризы меня ждали, о которых я даже не подозревал. Но я еще продолжаю изучать Akai MPC, потому что в ней появляются новые эффекты обработки и новые синты, которые требуют постоянного изучения. И как вы могли догадаться, я очень доволен этой покупкой. Хоть мне и пришлось изучать новый софт и переходить с облитона на MPC. И, конечно, хотелось бы подвести итоговую черту под этим видосом. Я еще раз хотел бы подтвердить свой тезис о том, что тебе не нужна самая крутая битмашинка, которая есть у твоего кумира. Тебе нужна твоя битмашинка. Ту, которую ты на сегодняшний день уже можешь себе позволить для того, чтобы тренироваться. Вот это самое главное. И самое главное, чтобы битмашинка соответствовала твоим задачам. Ну, а если вы досмотрели это видео до конца, то я жду от вас лайк, комментарий под этим видосом. Ну, а мы еще увидимся. Пи-и-и-и-и-с!